В общественно-политической жизни Армении приоритетным является постреволюционный дискурс между новой властью и старой системой. По разным поводам, различными этапами активности, различными проявлениями и темами, однако приоритетным дискурсом остается это. Причем здесь именно примечательно, что в случае нового речь идет о власти, а в случае старого о системе. Потому что есть борьба не превратившейся в систему власти и лишенной системы власти, именно это и является превалирующим двигателем дискурса, поскольку вопрос старой системы невозможно решить только лишением власти или лишением денег. В конце концов, не нужно впадать в объятие чувственных иллюзий и считать, что можно лишить денег, превратить в бомжа и этим решить все вопросы. Так могут думать люди, которые ничего не понимают в той системе, которая действовала в Армении. Или понимают, но решают совершенно другие задачи, в том числе и необходимые для прежней системы задачи. Приоритетный дискурс борьбы с прежней системой останется открытым и будет оставаться приоритетным до тех пор, пока не будет сформирована новая система. Понятие явления системы не имеют только плохого, злого, коварного смысла. Система не означает однородности, единомыслия, единообразия. Система означает механизмы сосуществования, основанные на общих ценностях, которые взаимосвязаны друг с другом общими правилами игры. Для прежней системы эти ценности и правила опирались на криминальную субкультуру и беззаконие, коррупцию и казнократство. Новая система, предположительно, должна формироваться на ценностях и принципах добродетели, труда, закона, права и гражданственности, построенного на их основе механизма экономических и общественных отношений. Старую систему иначе вытеснить и маргинализировать невозможно, чем сформировать существенно отличающуюся и качественно высокую новую. Это тот вопрос, который должен решиться на постреволюционном этапе для содержательного обобщения или как минимум кристаллизации революции. Вне всяких сомнений, что это требует времени и очень трудно сказать, хватило ли одного года или нет. Хотя, скорее всего, нет. Но вопрос даже не в том, есть ли сформированная новая система или нет. Вопрос в том, есть ли всеобщее осознание решения или неизбежности этого решения, или по большому счету, всем приятно и удобно, каждому со своих позиций и статуса в ежедневном режиме побеждать прежнюю систему. Подписывайтесь на наш канал и пишите ваше мнение в комментариях.